Я хочу искренне поприветствовать зрителей нашего третьего видео. Сегодня мы с вами будем говорить о навыках. В первых двух видео мы познакомились с основами. Какие правила есть в нашем бизнесе, какой внутренний психологический настрой для него требуется, и как строится с бытовой организацией. Это ведь не только регистрация новых консультантов или клиентов Vivasan. За этим стоит нечто гораздо большее. Это я и постарался объяснить во втором видео. Одна из самых важных тем, о которой мы сегодня будем говорить, это те навыки, которые требуются вам для того, чтобы построить действительно хорошую структуру. Вот смотрите. Все, кто начинает работать, или все, кто знакомится с этой системой, обязательно задаются одним вопросом. Это первый вопрос, который их волнует. Где мне взять этих людей? Мне ведь нужно много людей в моей структуре. Откуда мне всех этих людей взять? Что я скажу этим людям? Как буду их приглашать? Как мне зарегистрировать этих людей? Как мне быстро создать большую работающую структуру? И зачастую люди опускают руки и сдаются уже на этой мысли, поскольку не могут представить себе, что рано или поздно, конечно, не через месяц, а по прошествии некоторого времени, может быть, года или двух-трех лет, они будут иметь большую сбытовую структуру из нескольких тысяч человек. И у них нет никаких идей в отношении того, как это сделать. Сегодня я объясню вам, как это делается. Я расскажу вам о том, какие навыки для этого требуются и как они должны выглядеть на практике. Перед тем, как мы начнем говорить о навыках, мне хотелось бы предварить эту тему одной фразой. Если вы хотите зарабатывать деньги в нашем бизнесе Vivasan, то вам нужно понимать следующее. Вы помогаете людям. Вы решаете проблемы. И этим зарабатываете деньги. Еще раз, поскольку это очень важно. Вы помогаете людям. Вы решаете проблемы. И этим зарабатываете деньги. И это не маркетинговый слоган, который сочинила себе компания Vivasan. Это наш подход к делу. Давайте представим себе следующую ситуацию. Допустим, я говорю вам, если вы хотите построить структуру, то вам нужно найти много людей. Вам нужно найти тех, кто проявит интерес. Вам нужно с ними поговорить. Вам нужно их зарегистрировать. Что вы при этом чувствуете? Большинство из вас спросят, а что я скажу этим людям? А как я буду говорить с ними? Неприятное чувство. А что, если вы действительно глубоко осознаете, а в этом ведь и есть суть нашего бизнеса, что мы не просто как-то продаем какую-то продукцию, чтобы как-то заработать на этом деньги, а решаем проблемы, что мы консультируем людей для того, чтобы помочь им. А это работа. И на этом мы заслуженно зарабатываем свои деньги. Вот тогда у вас будет совершенно другой подход к бизнесу и к тому, как вы будете предпринимать свои дальнейшие действия. Это важная фраза. Ни в коем случае не забывайте о ней. Итак, давайте обратимся к первой теме. Перед тем, как мы начнем говорить о навыках, важный момент. Все ваши действия, все то, что вы делаете в нашем бизнесе, всегда делится на четыре основных этапа. А именно, собирать информацию, затем нужно учиться и тренировать полученные навыки. Надеюсь, у вас есть человек, который вам в этом помогает, спонсор или лидер. Затем вам нужно действовать, а действия приводят к результатам. И эти результаты вы должны анализировать. Это очень важно. Некоторые считают, что это само собой разумеется, однако не делают этого. Чтобы вы не предпринимали в нашем бизнесе, обязательно действуйте по этой схеме. Перейдем к первому пункту. Итак, как же мне найти тех, кто проявит интерес? В этом вопросе очень высока опасность непонимания. Большинство людей терпит неудачу в бизнесе по следующей причине. Если вы сходили на презентацию бизнеса и сказали себе, да, я хочу достичь успеха в этом бизнесе, то что вы затем делаете? Вы находите пять человек. Какие пять человек первыми пришли вам в голову, к тем вы обращаетесь? Не обладая при этом ни знаниями, ни подготовкой, ни навыками ораторской речи, вы говорите с этими пятерыми. Разговоры проходят на соответствующем уровне и заканчиваются пятью отказами. И для большинства людей на этом их карьера в прямых продажах заканчивается. Все. Но ведь может быть и совсем по-другому, если у человека есть система, есть стратегия и есть навыки. И об этом я вам сейчас расскажу. В первую очередь вы должны составить список ста знакомых и родственников. И, пожалуйста, не думайте сейчас о том, как будете начинать говорить с ними. Просто собирайте информацию. Вы собираете информацию. Как это делается? Возьмите лист бумаги, или можете сделать это на компьютере, как вам удобнее, и напишите список тех людей, которые приходят вам в голову. Просто по памяти. Сделав это, просмотрите свою электронную почту. Быть может, там окажутся контакты, не вошедшие в ваш список. Возможно, вы активно пользуетесь социальными сетями. Может быть, там найдутся контакты, которых еще нет в вашем списке. Затем возьмите свой телефон. Ведь у каждого есть мобильный телефон. Откройте список своих контактов. Возможно, там есть люди, которых вы еще не внесли в список. А затем вспомните те организации, с которыми вы постоянно имеете дело. По работе. Или, например, социальные организации, с которыми вы поддерживаете контакт. Не исключено, что и там есть люди, которых еще нет в вашем списке. В этом многие опять увидят огромную проблему. Они скажут, «Боже мой, так в этом списке же знакомые, родственники. Я теперь буду выходить с ними на связь, буду с ними разговаривать, буду говорить с ними о бизнесе, о продукции». Не забывайте, вы – человек, который решает проблемы. А проблемы ведь есть и у ваших знакомых и родственников. Что касается ближайших родственников, конечно, вы не будете продавать им продукцию. Этого ведь никто и не требует. Мы же и не говорим о продаже продукции. Мы говорим о передаче информации. А на основе этой информации может что-то получиться. У ваших ближайших родственников, вероятно, тоже есть список. И в этом их списке будут те люди, которых нет в вашем списке. А это может оказаться весьма ценным для вас. Чего на этом этапе делать не следует – это давать оценки. Этот слишком молодой, тот слишком старый, этот слишком красивый. Какие бы то ни было оценки. Этого вам делать не нужно. Сейчас вы только лишь собираете информацию. Ценность имеют все. Все люди в вашем списке одинаковой цены. Это та основа, с которой мы начинаем. А теперь следующая проблема. Некоторые скажут, ну хорошо, вот у меня теперь есть список из 100-150 человек. И что мне теперь делать дальше? Что будет, когда я проработаю весь этот список? Одни согласились, другие отказались, небольшой оборот я сделал. Что дальше? На этом все? И вот в этот момент очень многие совершают самую большую ошибку. Они сосредотачиваются на списке 100 знакомых и родственников. Однако не понимают при этом, что нахождение новых, заинтересованных людей, приобретение новых контактов – это задача на всю жизнь. В течение всего времени вашей работы в компании Vivasan вы должны непрерывно находиться в поиске новых контактов. Многие не могут этого понять. Я постоянно слышу, как люди говорят, «Моя структура перестала расти, потому что я проработал весь свой список со знакомых и родственников». Что же случилось? Очень просто. Были совершены две решающие ошибки. Первое. Человек не расширял свой список. Об этом мы сейчас будем говорить. Второе. У него в структуре нет системы поиска новых заинтересованных людей. На эту тему тоже будет отдельное видео, а сегодня я хочу просто подчеркнуть важность этого аспекта. Как же расширять свой список? Есть несколько вариантов. Предположим, в вашем списке есть друг по имени Игорь. Задайте себе такой вопрос. Знаю ли я людей, которые знают Игоря и не внесены в мой список? Быть может, для этого понадобится сделать усилие, и на первый взгляд это кажется сложным, но на самом деле это совсем не сложно. О каждом человеке, внесенном в ваш список, вам нужно подумать, есть ли люди, которых я знаю, которые знают этого человека из моего списка, но сами в мой список не вошли. И таким образом вы выходите на дальнейшие контакты. Далее, поставьте себе задачу каждый день завязывать не менее двух новых контактов. Но здесь, пожалуйста, послушайте очень внимательно. Я не хочу, чтобы вы заводили два новых знакомства и сразу же начинали рассказывать этим людям про Вивасан. Ведь это было бы глупо. Прекращайте так делать. Вы только лишь налаживаете два контакта. И делаете это абсолютно нейтрально. И третье. Не пропадайте. Будьте всегда на связи. Что я под этим понимаю? Вот смотрите. Давайте подумаем об успешных людях. Подумайте о человеке, который добился большого успеха, которым вы восхищаетесь. Он живет у себя дома отшельником? Нет. Человек вращается в обществе. Он находится среди людей. Этот человек не сидит один у себя дома перед телевизором, а постоянно находится среди людей. Он всегда на виду. И успех пришел к нему не за один день. Ему потребовались на это месяцы и годы, в течение которых он каждый день занимался своим делом. Запишитесь в спортивные клубы, вступите в общество кулинаров-любителей, займитесь йогой, займитесь чем угодно, что вам нравится. Постарайтесь приобрести множество социальных контактов. Объясню, что я под этим имею в виду. Если вы постоянно общаетесь с людьми, и это четвертая, самая важная тема, которую необходимо понять в этой системе, это называется нетворкинг. Этот термин означает, что человек выстраивает себе сеть контактов. Это делается не специально для бизнеса Vivasan, но служит для него существенным подспорьем. Ведь именно контакты – это то, что стоит за успехом в бизнесе. Это его основа. При помощи нетворкинга, то есть выстраивания и поддержания контактов, вы облегчаете себе жизнь. И успешные люди тоже. Ведь почему они успешны? Потому что у них большая сеть контактов. Не все из них работают в компании Vivasan или в другой фирме, но эти люди вам помогают. Если у вас появляется много контактов, то что происходит с ними? Некоторые из новых контактов становятся близкими друзьями или хорошими знакомыми, с которыми вы вместе занимаетесь спортом или как-либо еще проводите время вместе. Другие, возможно, станут отличными деловыми партнерами. Откуда вам это знать заранее? А они ими станут. Для этого вам нужно иметь терпение. А третьи – это люди, которые вам помогают в решении самых разных проблем. Допустим, ваша дочь собирается поступать в университет, но ее не хотят принимать. Быть может, у вас есть контакт, который вам с этим поможет. Известно же, как это бывает в жизни. Мы всегда либо знаем, либо стараемся найти человека, который поможет. Так что, чем с большим количеством людей вы поддерживаете контакт, тем легче вам в жизни. Со стороны кажется, что успешным людям легче жить. А почему? Потому что у них много контактов. Но эти контакты они себе сами выстроили. Они же не сидели дома. И, конечно, некоторые контакты так и остаются просто контактами. Вот что я имею в виду под нахождением людей, которые проявят интерес. Выстраивать контакты – это навык. Как их завязывать, как проводить первый разговор – об этом я вам сейчас расскажу. Пока что речь идет о том, чтобы понять, какое значение это имеет. О том, что если вы хотите быть успешным человеком, причем в любом бизнесе, то вы непрерывно должны находиться в поиске новых контактов. А теперь переходим к следующей теме. Сейчас давайте сосредоточимся на том списке 100 знакомых и родственников, которые вы составили. Вам же нужно рано или поздно выходить с ними на связь, ведь через некоторое время бизнес должен заработать. Здесь есть две возможности. Первая – это телефон, скайп, ватсап, зум, или же личная встреча, то есть прямой контакт. А вторая возможность – это социальные сети. Об этом я расскажу немного позже. Когда вы встречаетесь с человеком или говорите с ним по телефону, что вы делаете? Вы задаете ему определенные вопросы, которые так или иначе задаете всегда. Вам нужно только знать, как долго вы не увиделись, когда общались в последний раз, «Как у тебя дела?» «Как у тебя дела сегодня?» «Мы с тобой давно не виделись, чем ты занимался все эти годы?» И очень много тому подобных вопросов. То есть вы задаете совершенно нормальные, естественные вопросы. Мы сейчас находимся на стадии завязывания контакта, на стадии приглашения на презентацию. Запомните этот момент – приглашение на презентацию. Но саму презентацию мы еще не делаем. Во время этого разговора мы не обсуждаем Vivasan. По возможности, компанию Vivasan лучше не упоминать вообще. Это разговор с целью установления контакта с человеком из списка 100 знакомых и родственников. На этот вопрос последует ответ. И здесь кроется следующая проблема. Ведь многие этот ответ не слушают. Рассмотрим маленький тривиальный пример. Я спрашиваю, «Как у тебя дела?» «На что моя знакомая или мой знакомый говорит мне, «Слушай, у меня проблемы с детьми». Они невнимательно слушают учителей в школе. Наверное, это возраст такой сейчас, 12-13 лет. Никак не могут сконцентрироваться, получают плохие оценки. Мне то и дело приходится ходить в школу к учительнице. Она постоянно объясняет мне, что делать, но ничего не получается. Так что ситуация непростая. И если вы на это скажете, «Знаешь, а я вот месяц назад купил новую машину, и представляешь, уже надо ехать на сервис. Она уже успела сломаться и придется чинить». То, что это будет за разговор? Это вообще не разговор. На этом все и закончится. Ведь в данном случае вы разговариваете с человеком не просто так. У вас есть определенная цель. Вы хотите его проконсультировать, хотите применить на практике все то, что освоили на обучении. Вы хотите рано или поздно начать зарабатывать деньги, хотите построить структуру. Значит, сейчас вам нужно послушать. Какие проблемы у вашего собеседника? Ведь отвечая, люди, как правило, рассказывают о том, что их беспокоит. Если спросить у человека, как у него дела, то никто не будет рассказывать о том, о чем думал 20 лет назад. Человек скажет, какие вопросы его занимают сейчас, и они могут быть как позитивными, так и негативными. Не забывайте, у нас есть решение почти для всех проблем. Проблемы со здоровьем, нехватка общения с людьми, финансовые проблемы. У нас всегда найдутся конкретные варианты решения, которые может предложить компания Vivasan. Нужно только об этом знать. Итак, слушайте вашего собеседника. Следующий этап разговора. В зависимости от того, что говорит ваш собеседник, вы соответственно отвечаете. Как лучше всего отвечать? Я думаю, у вас самих уже был такой опыт. Когда вы рассказываете о проблеме, а другой человек говорит, я тебя понимаю, то вам уже становится немного легче. Это означает, что вы должны продемонстрировать понимание той или иной проблемы вашего собеседника. Может быть, и у вас раньше была аналогичная проблема, или у вашего знакомого была такая же проблема. Итак, получив ответ, вы переходите к следующему этапу. Теперь важно, чтобы у вас была наготове маленькая история. Вернемся к тому примеру, который я вам уже приводил. Детям тяжело учиться. У них сложности с концентрацией. Итак, начинаем. Какая проблема была у вас или у кого-то другого раньше? Это очень важно. Таким образом, вы даете собеседнику понять, что эта ситуация вам хорошо знакома. У вас была точно такая же проблема, как у вашего собеседника, или аналогичная. Поэтому вы можете сказать, например, так. Знаешь, я тебя прекрасно понимаю, ведь у меня была та же самая проблема. Мои дети не хотели учиться, а с историей географии была совсем беда. Сплошные двойки. Мне постоянно приходилось из-за этого ходить к учителям. И они все время давали мне какие-то советы, но ничего не помогало. Это первая часть. А теперь переходим к следующей. Вы получили совет, вы получили информацию, неважно от кого. Мы не говорим про вивасан, мы сейчас говорим только о тех советах, которые вы получили. Пример. Затем я встретил одну свою приятельницу. Рассказал ей об этой проблеме, на что она мне сказала, знаешь, а ведь с этим можно довольно легко справиться. Тебе нужен диффузор и несколько эфирных масел. Я тебе эти масла покажу, сможешь попробовать. Просто возьми да попробуй. Внимательность у детей повысится, они успокоятся и смогут лучше сконцентрироваться на учебе. Я так и сделал. Купил диффузор, купил несколько масел, потом смешал их. И знаешь, это действительно сработало. Не сразу, но постепенно, с каждым днем стало становиться все лучше и лучше. А сегодня у нас прекрасные результаты, дети получают хорошие оценки, они мотивированы, и учиться в школе им нравится. Это маленький, достаточно тривиальный пример. Но он показывает вам, как может строиться разговор. Для этого не нужно ходить на курсы по риторике. Надо просто говорить с человеком так, как вы привыкли разговаривать, однако, всегда выходить на нужную вам тему. При этом, исходная ситуация это проблема вашего собеседника. Именно поэтому в большинстве случаев у собеседника появляются вопросы. А как именно ты это сделал? А что конкретно ты использовал? А можешь ли рассказать? И так далее. Таким образом, у человека появляется потребность в информации. Ваш собеседник видит, ага, похоже, этот человек может решить мою проблему. Давай-ка я его расспрошу. А теперь наступает очень важный момент. На этом этапе многие совершают большую ошибку. Зачастую люди сразу начинают часами рассказывать про Вивасан. Вместо этого вам нужно пробудить любопытство у вашего собеседника. Для этого существуют так называемые активизирующие вопросы. Если я пришлю тебе каталог, ты посмотришь его. Или если я пришлю тебе ссылку, ты посмотришь информацию. Или если я тебя приглашу, ты придешь? Это те активизирующие вопросы, которые обычно не задаются. Если я сделаю это, то ты сделаешь то. А ведь это очень важный момент в такой ситуации. Почему он важен? С одной стороны, ваш собеседник хочет получить информацию, а с другой стороны, вы его активизируете, говоря, слушай, я тебе вот это дам, а ты сделаешь то или это. Зачем нужно задавать такие вопросы? Подумайте сами. Сколько ссылок вы получали по скайпу, по электронной почте, или еще как-нибудь через инстаграм или фейсбук, например? Сколько каталогов вам присылали, дарили? Сколько вы этого всего получали, но имело ли это для вас хоть какую-то ценность? Никакой. Как правило, в этот каталог даже не заглядывают, и на сайты обычно тоже не заходят. А почему? Да потому что это не имеет никакой ценности, человек просто получил и все, но если вы зададите вопрос, если я сделаю что-то, то сделаешь ли ты что-то, то человеку придется хотя бы задуматься, а сделает ли он это действительно, а если он об этом задумывается, то уже начинает воспринимать это как что-то более обязательное для себя, и это очень важный момент. Это несложно, вам нужно только лишь задать один из этих трех вопросов, и тогда как правило вы получите такой ответ, да, конечно, я бы посмотрел, да. Затем задается следующий вопрос, как думаешь, когда я могу тебе позвонить? Как думаешь, когда ты посмотришь сайт? Или, как думаешь, когда ты посмотришь каталог? Теперь вы задаете вопросы из этой серии, когда, как думаешь? они могут звучать, например, так, а когда ты реально это сделаешь? Когда посмотришь сайт? Люди будут удивлены, конечно, а почему вдруг он спрашивает у меня такие вещи? Одни могут сказать, дня через два, три, четыре, другие могут спросить, а почему ты меня собственно об этом спрашиваешь? Вы отвечаете, чтобы знать, как я могу тебе помочь. То есть, вам теперь нужен несколько более обязывающий к чему-то ответ на вопрос о том, когда человек посмотрит. А потом переходите на следующий этап. Когда тебе было бы удобно, чтобы я тебе позвонил? Или если я тебе 12 июля приглашу на презентацию, ты сможешь прийти? Тебе удобно в этот день? Вот такие вопросы нужно задавать. Когда тебе было бы удобно со мной встретиться? Это активизирующие вопросы, позволяющие установить связь с человеком. Они нацелены на то, чтобы активизировать людей, сподвигнуть их на определенные действия. Это приглашение на презентацию, в какой бы форме эта презентация не проходила. И для этого всегда используются активизирующие вопросы. И в первую очередь здесь важен один принцип. Вам нужно собрать много ответов «да». Чем больше этих «да» вы соберете, тем выше будут ваши шансы действительно провести для вашего собеседника презентацию «Вивасан». Итак, до сих пор мы только приглашали на презентацию, мы мотивировали людей. Несколькими вопросами, своим пониманием, маленькой историей, всем этим можно мотивировать людей. Некоторые, наверное, подумают сейчас, как это все сложно. Так я вам в первом видео об этом говорил. Самая большая проблема для большинства людей – освоить другие линии поведения. Многие терпят неудачу в нашем бизнесе потому, что у них не выработана правильная линия поведения. Потому что у них нет правильного подхода, стратегии, и поэтому у них не получается. Не потому, что бизнес плохой или он невозможен, это ведь не так. На самом деле это происходит потому, что у них нет правильной стратегии. Многие считают, что для них это слишком большая работа, разговаривать с людьми таким образом. Ну что ж, если даже это для вас уже работа, то вам, наверное, не стоит заниматься этим бизнесом. Но ведь вы же хотите достичь успеха, вы хотите познакомиться с большим количеством людей, хотите выстраивать хорошие контакты, рано или поздно на этой основе должен быть создан ваш успешный бизнес в компании Vivasan. Поэтому вы должны привыкать сначала изучать эти навыки, а потом применять их на практике. Итак, приглашение на презентацию, как бы оно ни делалось, по скайпу или как-нибудь еще, строится в два этапа. Я повторю еще раз. Первый этап это завязывание и налаживание контакта. Как построить разговор, как его поддержать, как получить ответы «да» и прийти к взаимопониманию с собеседником. После того, как вы рассказали свою историю, появляются хорошие шансы на то, что последуют вопросы со стороны вашего собеседника или потенциального клиента. Затем вам нужно предложить ему информационный материал, который нужно продать. Да, информационный материал нужно продать, но не за деньги, а в обмен на эмоции. Его нужно эмоционально продать. Если я сделаю что-то, то ты сделаешь что-то. Это уже в некотором смысле продажа. Затем идет следующий этап – активизация. Как думаешь, когда ты все это посмотришь? Бизнес-план, каталог, ссылку или сайт, неважно, что именно. Когда ты посмотришь? Когда я могу с тобой связаться? Или Если я тебя приглашу, придешь ли ты? Таким образом, этими несколькими фразами вы уже практически подвели человека к тому, чтобы согласиться послушать презентацию, которую вы планируете. В социальных сетях нужно действовать несколько иначе. Наверное, здесь многие будут меня критиковать и говорить, мол, все это старая школа, все это работало раньше, а сегодня уже не работает, сегодня мы все связаны друг с другом через социальные сети. Ну, хорошо, похоже, так оно и есть, ведь социальными сетями активно пользуется очень много людей, это факт, миллиарды человек. Почему? Дело в том, что люди любят общаться друг с другом, они социальные существа, а через социальные сети можно это делать просто и быстро. Однако, для того, чтобы результатом этого общения стал бизнес или продажа продукции, для этого необходимо вызвать доверие, а это в социальных сетях сделать очень сложно. Многие пытаются уверять в том, что это возможно, но в реальности картина выглядит иначе. Менее одного процента тех контактов, которые вы завязываете через социальные сети, действительно становятся реальными, то есть деловыми контактами, когда вы либо продаете продукт, либо регистрируете человека. Ну вот, представьте себе, у вас тысячи контактов, причем сначала нужно еще придумать, как выйти на эту тысячу, и из этой тысячи контактов вы получаете 10 человек, которые строят с вами бизнес, или как минимум что-то покупают. Загляните в наше первое видео, возможности доходов компании Vivasan. Вы будете находиться на ступени хобби, и это после тысячи контактов. То есть и в социальных сетях в подарок вы тоже ничего не получите, это не происходит автоматически. В социальных сетях вам необходимо сначала обзавестись контактами, а это можно сделать только если публиковать посты, которые интересуют людей. Но когда вы только заводите свой профиль в социальных сетях, вы там поначалу никто, вас никто не знает. Вам нужно каким-то образом привлечь к себе внимание. А как это сделать? Вы начинаете публиковать посты, вам приходится учиться, а для работы в соцсетях учиться нужно очень многому. Зайдите еще очень много других аспектов, этому вы должны научиться. Мало просто опубликовать короткий пост из пары фраз, этому нужно учиться. Как привлечь внимание людей? Как правило, крупные блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков, много вложили в рекламу, ведь Google не рекламирует никого бесплатно. Затем вам нужно опубликовать историю, если такова у вас имеется. Нужно опубликовать либо историю, либо что-то другое, что вызовет у читателя интерес и вопросы. Рассылка ссылок или каких-либо материалов в электронной форме через социальные сети не работает. Нередко люди рассылают файлы в формате PDF через социальные сети, но это ничего не дает. Их никто не открывает и не читает. Вам нужно опубликовать в своем посте что-то такое, что вызовет интерес и вопросы. И с теми людьми, которые затем отреагируют на ваш пост, зададут вопросы, проявят интерес к получению информации. Вам нужно действовать таким же образом, как я уже рассказывал. Если я сделаю что-то, то ты сделаешь что-то. Только здесь вам придется это писать. И что еще важно при работе в социальных сетях, чтобы в завершении разговора вы договорились пообщаться по скайпу или по телефону, вышли на контакт. Это самый эффективный способ для поддержания и развития контактов и для приглашения на презентацию. перейдем к следующему навыку. Основа хорошей профессиональной презентации. Здесь следует учитывать четыре аспекта. Первый. На переднем плане не вы, а ваш собеседник. При помощи презентации вы решаете проблемы вашего собеседника. Не важно, насколько хорошо вы подкованы, что вы умеете и что делаете. Об этом речь пойдет позже. Сейчас важно, чтобы на переднем плане стоял ваш собеседник. Второе. Вы человек, который решает проблемы. Это означает, что вы должны хорошо разбираться в нашем бизнесе, а это в свою очередь означает, что вы должны хорошо разбираться и в нашей продукции. Если вы в этом не разбираетесь, то вы не знаете и того, как решать проблему, тогда вы презентацию сделать тоже не сможете. Еще один важный момент. Я не хочу вас запутать, но здесь вынужден забежать немного вперед, поскольку это важно именно для презентации. Если что-то действует, это хорошо. Если что-то работает, это хорошо. Но еще важнее для вас то, что дуплицируется. Что это такое дупликация? В дальнейших видео мы еще вернемся к этому вопросу, и тогда вы лучше это поймете. Итак, что такое дупликация? Как под себя людей, чем больше становится его структура, тем выше оборот и доход. Это логично. Посмотрите на левую сторону слайда, на эту трапецию. Так выглядит работающая дупликация. Верхняя линия это те люди, которых вы зарегистрировали, и чем ниже, тем больше становится людей. Почему это работает таким образом? Потому что информация и знания передаются при помощи системы. Но я знаю многих людей, у которых картина иная. Она напоминает скорее перевернутую трапецию. Как на правой схеме, например. Наверху это вы, это спонсор, под ним длинная линия. Но чем глубже в структуру, тем меньше людей в этой линии. Это конечно же отрицательный пример. Так выглядит структура у тех, кто не становится лидерами или не имеет шансов стать крупными топ-лидерами, поскольку все всегда зависит только от них. Они работают со своей широкой первой линией, а вниз при этом ничего не дуплицируется, потому что у них нет системы обучения, нет системы консультирования, потому что они сильно переоценивают собственную важность, или же потому что они вообще ничего не делают, а работают или по случайному принципу, или как-то еще. Это те структуры, которые никогда не становятся большими. Они не могут вырасти, поскольку хоть наверху и большая структура, информация не передается в глубину и не доходит до самого низа, поэтому там и нет развития. Позже вы поймете, как избежать этих проблем, а сейчас я хотел просто об этом упомянуть, несколько забегая вперед. Четвертое. Увлеченность. На презентации вы должны донести до слушателей энтузиазм, позитивное чувство обучены, если знаете, о чем говорите. Теперь переходим к самой презентации. Презентация это тот момент, когда мы можем начать рассказывать про Vivasan, про возможности, предлагаемые компанией Vivasan. Когда мы даем нашим потенциальным клиентам информацию, еще раз, чтобы вам было понятно, как найти тех, кто проявит интерес, мы обсудили. Завязывание контактов, как их выстраивать, это мы обсудили. Как приглашать людей на презентацию мы тоже обсудили. При этом не важно, как будет выглядеть эта презентация. Для группы слушателей, в ходе индивидуальной беседы, формы могут быть разные. Обсудили мы и то, как лучше всего активизировать людей, чтобы они захотели послушать презентацию. А теперь поговорим о самой презентации. В зависимости от того, в каком направлении развивается разговор, существует два вида презентации. Презентация бизнеса и презентация продукции. Давайте начнем с бизнеса. Есть причина, по которой вы смотрите это видео. Зачем вы смотрите это видео? Разумеется, ни один клиент, которого интересует только продукция Vivasan, и который хочет узнать что-то о том или ином продукте Vivasan, это видео смотреть не будет. Оно предназначено для тех, у кого есть мотивация построить новый бизнес или улучшить свой бизнес, который они ведут сейчас, расширить его, придать ему новое направление развития. То есть имеется некая причина, которой вы смотрите это видео. Пойдем дальше. Допустим, на стадии налаживания контакта ваш собеседник рассказывает вам, у меня серьезная проблема. Работа 40 часов в неделю, стресс, а денег хватает только до 20 числа месяца. Никаких возможностей для развития, сплошные кризисы. Не знаю, будет ли у меня работа в следующем месяце или через месяц, а жена вообще потеряла работу два месяца назад. Так что мы уже в кризисной ситуации. Соответственно, мы имеем дело с проблемой из области бизнеса. И на эту проблему вы теперь должны дать ответ при помощи своей истории. Ваш рассказ это история, состоящая из четырех частей. Первая это ваше прошлое. Опишите, что вам портило жизнь, что вы не могли больше делать или чем вы были недовольны. Вторая какой выход, какую информацию вы нашли. Третья что вы сделали, а четвертая часть это достигнутый результат. Давайте разберем эту схему на маленьком примере. Итак, ваш собеседник заявил, что он недоволен. На это вы говорите. Знаешь, я тебя понимаю. Месяца три-четыре назад у меня была такая же проблема, и я ее до сих пор не решил. Не уверен, будет ли у меня работа через несколько месяцев. Сам ведь знаешь, какие сейчас времена. Пандемия, компании закрываются, у многих фирм нет оборота, да и других проблем полно. жена у меня тоже потеряла работу. Короче, у меня та же самая проблема, что и у тебя. А скоро еще и детям поступать в университет, обучение там тоже небесплатное, и я пока не понимаю, чем буду за все это платить. Итак, выясняется, что вы оказались в схожей ситуации. Собеседник рассказал вам, что его беспокоит, какая у него проблема. Что позитивного вы можете на это сказать? Примерно следующее. Пару месяцев назад я встретил одну свою приятельницу, и она рассказала мне, как природными средствами лечить те болезни, от которых страдают мои дети, да и моя жена нередко тоже. А кроме того, я случайно узнал, что с компанией Vivasan, которая эти средства производит, можно зарабатывать. Продукция Vivasan производится в Швейцарии, и с ее помощью можно вести свой бизнес. Я сначала особо над этим не задумался, но потом сходил на пару семинаров и презентаций, немного поучился, и пришел к выводу, что в принципе вполне мог бы этим заняться. Я начал, мне помог мой спонсор, у меня отличный спонсор, он хороший лидер, он начал учить меня, как делать первые шаги, как налаживать контакт с людьми. Этим всем я позанимался пару месяцев, и вот уже пошли первые небольшие деньги. Причем теперь уже каждый месяц, а сейчас у меня есть план, как через год начать зарабатывать тысячу-полторы тысячи франков, и поверь, мне нужен еще максимум год, и я уволюсь с работы и полностью погружусь в этот бизнес. Смотрите, ничего не преувеличивая, вы рассказали немного о бизнесе. Без преувеличений, без красивых речей. Понимаете, нет смысла ходить на курсы риторики, где учат при помощи различных риторических приемов и красноречия, убеждать людей приобретать что-то, что им не нужно, или в чем они ничего не понимают и поэтому не хотят покупать. Этого я не желаю, такие люди мне не нужны. Я не хочу убеждать людей пользоваться продуктом, который они не хотят приобретать, не хочу убеждать людей вести бизнес, который они не хотят начинать. Я просто рассказываю свою историю. Конечно, я могу рассказывать ее и по-другому. Вам просто нужно подумать о том, какая история у вас будет про бизнес. Спокойно это обдумать. Почему вы начали работать в компании Vivasan? Почему вы смотрите это видео? Почему вы пробуете свои силы в прямых продажах? Там уже есть своя причина. Соответственно, эту историю вы можете и рассказывать. Можете рассказывать о том, кто дал вам совет, что вам помогло и какие результаты вы получили. А если вы достаточно давно в компании и достигли уже более высоких результатов, так расскажите об этих результатах. Если же результатов у вас пока еще нет, то подумайте о структуре над вами. В ней наверняка найдется человек, уже достигший тех результатов, которых вы пока только стремитесь достичь. Ориентируйтесь на историю этого человека, но рассказывайте не о нем, а свою историю, о себе и о своих, пусть и небольших, пока успехах. Так выглядит презентация бизнеса. После нее, разумеется, последуют вопросы. Вы же рассказали совсем немного. Надежная ли эта фирма? Можно ли с этой фирмой работать? Как давно она на рынке? Серьезная ли это вообще продукция? Об этих средствах ведь часто говорят много плохого, ну и так далее. Я надеюсь, что у вас есть планшет, ноутбук или смартфон. Теперь вы можете продолжать презентацию при помощи сайта vivasanbusiness.com. Теперь вы можете ответить на все вопросы. Касательно дохода, о том, что нужно делать на первом этапе. Мы ведь только передаем информацию. как давно существует фирма, для чего она вообще существует, каковы преимущества продукции vivasan, которые можно отметить, биодоступность и так далее. Со всем этим вы теперь можете ознакомить собеседника подробнее при помощи нашего сайта. Следующая тема это продукция. Если вы собираетесь подробнее остановиться именно на теме продукции, а после первого разговора, который у вас состоялся при завязывании контакта, вы уже знаете, на какой теме следует акцентировать внимание, то переходим к ней. Как делается презентация продукции? Как и в случае с бизнесом, многочасовые лекции о продукции читать не следует. Здесь важны те же ключевые моменты, ваше прошлое, или может быть у вас есть знакомый, у которого раньше было то же самое, что и у вашего собеседника, та же проблема со здоровьем. Эта проблема возникла или вследствие неправильного образа жизни, или по какой-то иной причине, ведь у людей бывает множество разных проблем со здоровьем, и вы всегда найдете случай, который можно привести в пример. Либо у вас самих была такая проблема, либо вы знаете людей, имеющих такую проблему. Опишите ее, чтобы ваш собеседник понял, ага, значит он в этом вопросе разбирается и знает о чем идет речь. Какая проблема со здоровьем у вас была? Расскажите о том, как это на вас отразилось. И далее, откуда вы получили информацию? Кто сказал вам о том, что нужно воспользоваться тем или иным продуктом Vivasan и рассказал, как им пользоваться, чтобы получить хороший результат? А после этого можете рассказать о своем результате. Та же схема, что и с бизнесом, просто в отношении продукции. И еще важно, что есть три сайта, которые вам помогут. vivasanrussia.ru, vivasanjerman.com и vivasanenglish.com На всех этих сайтах показаны различные части тела и проблемы с ними. И приводится информация о том, какие проблемы могут быть решены при помощи каких продуктов Vivasan. Именно для этого мы и сделали эти сайты. И теперь вы можете показывать их людям. Это поможет вам сделать хорошую презентацию. И в завершение еще несколько важных слов о том, что требуется для успешной презентации. Вы сами должны быть уверены в этой продукции. Вы должны быть уверены в бизнес-плане и в бизнесе Vivasan. Если вы сами не пользуетесь продукцией, если вы не уверены в бизнесе Vivasan, то презентация ничего не даст. Вы должны отлично разбираться в продукции Vivasan. Вы должны хорошо понимать бизнес-план. А откуда вам взять информацию? Эту информацию вам должен давать ваш лидер или спонсор, ведь она очень важна. Если у вас супер-лидер, супер-спонсор, прекрасно, замечательно, значит, половина успеха у вас уже в кармане. А что делать тем, кто скажет, у меня нет спонсора, нет лидера, как мне добиться успеха? У меня нет шансов? Вспомните наше первое видео. И второе видео тоже. мыслите как предприниматель. А именно, если у меня этой информации нет, то я ее найду. Здесь я привел вам список источников, из которых вы можете получить информацию как о бизнесе, так и о продукции. Сайт, интернет-магазин vivasan.com, vivasan Russia, vivasan English, vivasan German. У нас есть каталоги, есть статьи в блогах, в интернете, можно найти множество разных постов в блогах, есть ютуб-каналы, и все это бесплатно. Доступна бесплатная литература в нашем интернет-магазине, проводятся семинары, доклады, выступления врачей, обучающие занятия. Все это делается в филиалах, в офисах, на складах компании. Информации достаточно. Даже если у вас нет спонсора или лидера, у вас все равно есть возможность достаточно быстро освоить первые три навыка. А основа первых трех навыков это хорошее знание нашего бизнеса и нашей продукции. На этом мне хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы проявили терпение и досмотрели это видео. Оно было несколько больше обычного, потому что посвящено очень важным темам. Смотрите это видео почаще, ведь некоторые вещи начинаешь понимать, только услышав их в третий или в четвертый раз. Важно, чтобы вы понимали, какие навыки вам необходимо освоить и затем применять на практике. Спасибо!